Привет! Необычный инцидент произошел с рейсом авиакомпании Qantas. Пассажиры, летевшие из Сиднея в Мельбурн в среду вечером рейсом Qantas QF487, были выведены с самолета в сопровождении вооруженной федеральной полиции, после того, как в середине полета было обнаружено, что один человек, находящийся на борту, не был досмотрен. Каким образом он миновал зону досмотра, пока неизвестно и ведется расследование. Однако, по прибытии в аэропорт Мельбурна, всех пассажиров заставили пройти повторный скрининг, и затем они были отпущены. По сообщениям представителей авиакомпании, это первый случай за последние 20 лет. Следует отметить, что с начала пандемии в авиакомпании накопилась масса внутренних проблем, а на следующей неделе сотрудники Qantas проведут забастовку с призывом срочно изменить ситуацию. Все началось с началом пандемии, когда авиакомпания фактически уводила 2500 сотрудников. Многие из них не захотели возвращаться обратно, и в результате за последние 2-3 месяца рейсы постоянно задерживают. Персонал работает на пределе своих возможностей, багаж пассажиров теряется и не попадает на рейсы. Сотрудники просто не успевают обрабатывать огромный пассажиропоток. Глава авиакомпании Alan Joyce распорядился привлекать всех сотрудников, в том числе и высшее руководство работать неурочно, в том числе и заниматься оформлением багажа. Авиакомпания несет убытки, выплачивая застрявшим пассажирам по 150 долларов в сутки на аренду отеля и по 30 долларов на человека на еду. Пилоты авиакомпании также жалуются на тяжелые условия труда, напоминая, что безупречная репутация авиакомпании как самого безопасного перевозчика в мире находится под реальной угрозой. Однако, несмотря на критику в сторону генерального директора и его жестких решений, надо признать, что Alan Joyce сумел сохранить авиакомпанию во время тяжелой пандемии. И Qantas по-прежнему остается конкурентоспособным авиаперевозчиком, несмотря на сильное давление со стороны азиатских и более мелких австралийских авиакомпаний. Из этой новости можно было бы сделать сенсацию, что Австралия превращается в концлагерь. Но не в этот раз. Авиакомпания извинилась за неудобства, сообщив, что мы проведем расследование, чтобы понять, как произошел этот инцидент и приносим извинения за любые неудобства для пассажиров этого рейса. Австралия по-прежнему остается самой безопасной и самой дружелюбной страной, несмотря на возникающие трудности, и австралийцы преодолевают их с привычным оптимизмом. Пожалуйста, поддержите видео лайком, если такой формат видео вам понравился. Спасибо за просмотр. Удачи!